Хранение в документообороте представлено небольшим функционалом. Первая возможность – это введение номенклатуры дел, это хранение и бумажных, и электронных экземпляров документов в документообороте. Как правило, номенклатура дел утверждается приказом, имеет какую-то законодательную основу, но, соответственно, если у вас коммерческая организация, то вы можете ее настраивать под себя. В номенклатуре дел может быть три типа структурирования дел и томов. Это как производственно-отраслевой тип, структурный и, соответственно, функциональный. Структурный тип – это по структуре предприятия. То есть вы заходите, как у вас структура предприятия идет, по подразделениям. Вот она структура, и здесь, соответственно, у каждого подразделения свои документы рождаются. И вот эти документы будут храниться именно по подразделениям, по структуре. Производственно-отраслевой тип – это, например, бухгалтерские документы, документы по подбору и учету кадров, например, какие-то кадровые вопросы – это производственно-отраслевой. Ну и, соответственно, есть функциональный тип – это когда, допустим, документы планирования и финансирования, какие-то такие блоки освещаются. Соответственно, здесь сейчас будет структурный тип, как правило, он используется чаще всего в негосударственных предприятиях. И как это может выглядеть в документообороте. У нас в документах предприятия, в общем справочнике, есть некий пул документов всех, входящих, исходящих, внутренних. В номенклату по данной инкулатуре дел, допустим, нам нужно создать трудовой договор сотрудника. Мы сейчас его создадим. Заполняем сотрудника Иванова, допустим, Ивана. Так, сейчас, секунду. Так, а почему у меня клавиатура не работает? А, да, потому что наименование здесь автоматически по шаблону, да, то есть я не могу его отредактировать. В документобороте в 3.0, да, можно настраивать наименование документов по шаблону и запрещать редактирование. То есть, допустим, трудовой договор сотрудника, и сотрудник может подставляться из реквизитов. К примеру, ответственный там сотрудник, да, и вы кого выберете. Выберем организацию, которая нас интересует, и запишем документ. Теперь после записи нам доступно отправить этот документ в дело. Это как раз и есть та самая номенклатура дел. То есть, когда документ у нас формируется, да, мы можем хранить его в делах. То есть, если он уже подписан, готов, да, содержит оригинал документа, мы можем отправить его в дело. Это дело соответствует бумажному, бумажной папке, да, вот бумажному архиву, который у вас хранится на предприятии. Потому что не все документы, как известно, да, мы можем кадровые в том числе перевести в электронный вид, поэтому, ну, и хранить, соответственно, в электронном виде. Поэтому 75 лет мы обязаны хранить эти документы в бумажном экземпляре. Ну, в документообороте мы можем просто посмотреть, где они хранятся, и, соответственно, вот это вот дело продублировать. То есть, чтобы не вести какие-то журналы бумажные, эксельки, да, еще что-то, мы можем это хранить в документообороте и пользоваться всеми, соответственно, функциями. То есть здесь, когда вы выбираете в дело, у вас, соответственно, все дела и тома высвечиваются. Изначально, когда вот вы внедряете документооборот, да, настраиваете вот этот электронный архив на инвенклатуру дел, вы указываете, в каких папках, да, в каких делах у вас под каким индексом и с каким сроком хранения будут храниться документы. И, соответственно, здесь вот трудовые договоры, да, у вас есть том, который вы можете добавить, то есть на текущий год, инвенклатура дел на год создается. И сейчас я вам просто покажу, как это выглядит при настройке. То есть у вас есть разделы номенклатуры дел на определенный год под определенную организацию, допустим, да. Сейчас по структурному типу заполнена номенклатура дел, то есть это подразделение. В этих подразделениях, например, так, сейчас секунду, в отделе персонала, у нас есть одно дело. Это трудовые договоры. Вы сюда же можете добавить там какие-то должностные инструкции, да, там еще что-то, то есть какие-то документы, которые будут храниться в рамках именно отдела персонала. Ему присваиваете индекс этому делу и, соответственно, указываете заголовок, какой организации, на какой год действует этот том, точнее это дело, раздел, в котором он находится, в нашем случае это отдел персонала, в какой форме хранятся документы, то есть здесь может быть как бумажная, так и электронная форма. Категория, то есть вы можете указать до 10 лет временного хранения, свыше 10 лет временного хранения, либо постоянное хранение документы. И срок хранения 15, 50, 75 и до замены новыми. Также можете указать произвольный срок хранения, если какие-то документы у вас не входят в этот перечень. И номера, соответственно, статей. Отметка ЭПК. Эта галочка говорит о том, что в этом деле, то есть часть документов имеет научно-историческое значение, и невозможно эти документы, допустим, уничтожить до того, как не пройдет комиссия ЭПК. И дальше в настройки вы добавляете, с какими видами документы хранить в этом деле. То есть в нашем случае это сейчас один трудовой договор. Также вы можете сюда добавить дальше какие-то другие документы. И по каким контрагентам хранить документы в деле, если вам нужно, допустим, ввести учет договоров в разрезе именно контрагентов. Единственное, что отслеживать это все можно отчетами. То есть в любом случае у вас должен быть какой-то сотрудник ответственный, который будет следить за архивным хранением, за документами в делах и за делами в том числе. Потому что каждый год нужно номенклатуру дела обновлять. То есть либо она будет оставаться неизменной, либо она будет меняться, какие-то будут дела добавляться. И нужно будет за этим обязательно следить. И плюс с уничтожением дел тоже. Дела уничтожаются согласно акту уничтожения. То есть из документа оборота, опять же, вы формируете этот акт. И уничтожаете уже документы из этого дела, либо полностью весь том. И, соответственно, дела. Здесь же, в номенклатуре дела, мы можем посмотреть тома, в которых хранятся документы. Можем перейти в этот том и посмотреть на все документы, которые у нас в этом деле есть. Сейчас здесь пусто, потому что мы еще не записали этот документ. Сейчас я его запишу. Оно спишется в дело. И, соответственно, должно добавиться в этот том. То есть у нас здесь есть трудовой договор сотрудника. Когда он будет зарегистрирован, у него будет появиться дата регистрации и номер этой регистрации. Здесь же, если у вас произошли какие-то структурные изменения, и номенкатура дел, допустим, потеряла свою актуальность, именно конкретно вот этот том или дело, вы можете перенести документы дела и можете указать, в какое дело перенести документы из этого данного тома. Допустим, у вас оно переименовалось, и теперь оно по-другому как-то называется. Может быть, другое подразделение структурное перенеслось на хранение. Соответственно, указываете в настройках именно вот это. Вот номенклатура дел, если вы ее уже ведете у себя в организации, то это хорошо, то есть вам будет проще настраивать ее, не нужно будет разрабатывать ее с нуля. И плюс большинство сроков хранения документов, оно все-таки регламентировано законодательством, поэтому не нужно изобретать велосипед, что-то придумывать новое. Можно просто воспользоваться тем, что нам дает законодательство. А есть же еще второй вариант. Если у вас номенклатура дел на предприятии не ведется, и вы, соответственно, не входите в тот перечень организаций, городообразующих, которые обязаны ввести номенклатуру дел у себя на предприятии, то в документообороте есть упрощенный учет места хранения дел. Соответственно, так, стороны, да, стороны мы добавим Меркурий и запишем документ. И здесь у нас есть еще одно появляется, да, это в настройках указывается, в настройках вида документа, место хранения и ответственность за хранение. То есть мы можем не пользоваться для каких-то, ну, к примеру, там, служебных записок, да, может быть, каких-то внутренних документов, которые, в принципе, никакого срока хранения, по сути, не имеют, но мы их храним, там, пять лет, к примеру, да, для того, чтобы себя обезопасить, к примеру. Какая-то переписка кадровая с сотрудниками, к примеру. И указываем место хранения. То есть место хранения мы можем указать, как место хранения дел, то есть в том же самом архиве у нас физический документ этот будет лежать, либо в каком-то подразделении, которые ответственны за это захранение, например, там, в отделе документа оборота, да, у нас есть какой-то свой мини-архив входящих-осходящих документов. Мы можем там добавить, туда добавить. И помещение или территория. То есть вы можете указать филиал какой-то, если у вас не здесь, не у вас сейчас, да, вот в текущем филиале хранятся документы, а где-то вовне. Либо же строка. То есть мы можем указать просто строку и написать самостоятельно, там, не знаю, в папке бухгалтерии, например. Это нужно для того, чтобы вы смогли идентифицировать документ, найти его бумажный вариант быстро и, ну, соответственно, без там журналов каких-то Excel, которые ведутся обычно делопроизводителями. И можете указать ответственного за хранение пользователя, к которому в случае чего, да, вы сможете обратиться, что, допустим, я там пришел в архив, вот сюда, в папку бухгалтерии, да, а документа там нет, что делать, куда бежать. Соответственно, ответственный вам подскажет, что с этим нужно делать. Это такой упрощенный вариант номенклатуры дел, то есть без сроков хранения, без ничего, просто место физического нахождения вот этого вот бумажного документа. К электронным документам, в принципе, можно здесь указывать путь, наверное, к файлу на сервере, например. То есть можно так использовать. Если это хранится все в томах на сервере, то, наверное, будет удобно. Вот и, по сути, все. То есть документ-оборот больше никаких таких, никакого функционала хранения архива не предусматривает. То есть это два таких вот крупных инструмента, которые используются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...